Если будет какой-то сбой, то я просто отключу камеру. Итак, разрешите представиться. Меня зовут Светлана Лоскутова. Я являюсь директором учебного центра «Кадровик Плюс» в Нижнем Новгороде. И достаточно плотно занимаюсь вопросами трудового права, защитой персональных данных. Являюсь бизнес-тренером. Сегодняшнюю нашу тему мы посвящаем дистанционным работникам. И я вам расскажу, что такое дистанционная работа, какие документы необходимо при этом оформлять, как оформить электронный трудовой договор, какие условия обязательные в него включить, как принять сотрудника на дистанционную работу, как его перевести и уволить. А также обратим внимание на то, какие плюсы и минусы в дистанционной работе имеются. Обратим внимание на нормативное регулирование. Значит, 60-м законом федеральным от 5 апреля 2013 года были внесены изменения в Трудовой кодекс. И данный документ помогает нам уточнить, когда и как работодатель может заключать электронный трудовой договор. Также нам необходимо ознакомиться при работе с дистанционными работниками с федеральным законом от 6 апреля 2011 года под номером 63 об электронной подписи. Данный закон поможет нам разобраться, что такое электронная подпись, когда и в каких случаях ее можно применить. А также такие статьи... Прошу прощения. Алло, не слышно меня, да, было? Все сейчас нормально? Хорошо. Прошу прощения, видимо, небольшая неполадочка была, было не видно видео. Итак, продолжу. Также необходимо, помимо 60-го федерального закона, который внес изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации и 63-го закона об электронной подписи, необходимо обращать внимание на такие статьи Трудового кодекса, как 13, 56, 65, 66, 68, 77 статья, 81 и 83. То есть 77, 81 и 83 – это те статьи, которые связаны с увольнением работника. 65-я статья дает нам порядок предоставления документов при оформлении трудовых отношений. Немного о законе, который внес изменения в Трудовой кодекс. Данный закон нам трактует о том, как оформить документы, чтобы принять сотрудников, которые будут работать удаленно. И в настоящее время, а именно с 19 апреля 2013 года, в Трудовой кодекс была введена глава, посвященная дистанционным работникам. Глава 49.1. Говорит она о том, кто является удаленным сотрудником, как такой специалист будет обмениваться с работодателем документами, каким образом необходимо оформлять документы, как нужно узаконить трудовые отношения и так далее. Основным документом, подтверждающим трудовые отношения на расстоянии, также будет являться трудовой договор сотрудника. Запись в трудовую книжку можно вносить по желанию самого сотрудника, а после оформления в течение трех дней работодатель обязан направить трудовой договор заказным письмом с уведомлением. Кто же такие дистанционные работники? Это лица, которые заключают трудовой договор о выполнении работы вне места расположения работодателей. Исключение составляют работники, которые работают на дому. Соответственно, для того, чтобы точно ему под рукой иметь либо компьютер, либо мобильный телефон. И время работы дистанционные работники на основании 312 статьи точка 4 определяют по своему усмотрению, если иной режим не установлен самим трудовым договором. И согласно 312 статьи точка 3 работодатель не обязан аттестовывать рабочие места таких работников. Давайте обратим внимание на несколько писем, которые дают нам разъяснение в части дистанционной работы. И первое письмо, которое мы с вами рассмотрим, это письмо рост труда от 7 октября 2013 года под номером ПГ 8960-6-1. Федеральная служба по труду и занятости данным письмом говорит нам о том, что дистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне местонахождения работодателя, филиала, представительства или иного обособленного подразделения, вне станционного рабочего места, которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником вопросом, связанным с ее выполнением. На дистанционных работников распространяется действие трудового договора и иных актов, содержащих нормы трудового права с учетом тех особенностей, которые определены 49-й главой Трудового кодекса и в соответствии с 57-й статьей обязательным условием для того, чтобы трудовой договор был правильно прописанным и оформленным, является то, чтобы прописать в обязательном порядке его место работы, то есть условия о месте работы. Дело в том, что согласно 57-й статье условие о месте работы является дополнительным, поэтому это условие прописывается по решению работника и работодателя, а вот в части дистанционных работников это условие станет обязательным, поэтому в трудовой договор его необходимо включить. Об этом как раз-таки нам и говорит настоящее письмо. Следующее письмо, связанное с дистанционной работой, об учете расходов на командировки дистанционных работников, которые вышло 1 августа 2013 года, написано было Департаментом налоговой и таможенной тарифной политики под номером 03-03-06 дробь 3978. В этом письме они дают ответ на несколько вопросов. Правили общество признавать расходы на командировку дистанционного работника, расходы по оплате проезда к месту командировки обратно по найму жилого помещения, суточные. Они как раз-таки говорят о том, что скажем, организация вправе признать такие доходы. признаются ли расходы на командировку дистанционного работника в составе прочих расходов и подлежат ли в указанной ситуации фактически произведенные и документально подтвержденные расходы на проезд по найму жилого помещения. В письме нам дают трактовку того, что служебная командировка это поездка по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного задания вне места постоянной работы. И из этого следует, что местом постоянной работы является местонахождение этого сотрудника и соответственно на работника в соответствии со 167 статьей распространяются гарантии при направлении работника в служебные командировки. Согласно 168 статьи Трудового кодекса при направлении работника в командировку ему должны возмещаться такие расходы которые связаны с проездом расходом по найму жилого помещения какие-то дополнительные расходы которые могут быть связаны с проживанием вне места постоянного жительства то есть суточные и порядок возмещения расходов которые связаны с командировками будет определяться локально нормативным актом самого предприятия поэтому в данном случае чтобы расходы признавали и компенсацией если сотрудник так или иначе будет связан с командировками в соответствии с 252 статьей налогового кодекса налогоплательщик будет уменьшать полученные доходы на сумму произведенных расходов которые указаны в налоговом кодексе 270 статьей и соответственно расходами будут признаваться обоснованные и кодекса письмом также говорится о том что понимается под подтвержденными расходами и также указано что согласно 264 статье к прочим расходам которые будут связаны с командировками будет относиться проезд к месту командировки обратно найм жилого помещения суточные и полевое удовольствие поэтому сделан в данном письме вывод о том что работодатель расходы на командировку дистанционного работника вправе учесть в составе прочих расходов и согласно 217 статье будут применяться согласно нормам данной статьи расходов на командировке где отвечают на вопрос является ли заключение организации трудового договора с дистанционным работником основа ответ что согласно 11 статье налогового кодекса скажем дистанционного где оборудованы стационарные рабочие места согласно 312 стационарного 312 стационарного и так далее поэтому в определении дистанционной работы имеются признаки которые отличаются от характерных признаков самого обособленного подразделения которое указано в статье 11 кодекса и в соответствии с 83 решение на основе представленных им сведений принимается самим налоговым органом и налогоплательщик вправе обратиться в налоговый орган по месту нахождения организации или осуществления деятельности который принимает указанные решения исходя из представленных организаций документов о выполнении 312 статью трудового кодекса статья 312 1 какая же работа считается дистанционной значит первое вне местонахождения работодателя его филиала представительства или обособленного подразделения вне стационарного рабочего места территории или объекта который прямо или косо или какие-то иные что что же должен содержать помимо основных условий трудовой договор дистанционного работника условия электронного трудового договора прописаны такими статьями как 312.2 312.3 312.4 где сказано порядок и сроки выплаты компенсации за использование работниками принадлежащего им оборудования и каких-то иных ресурсов порядок возврата оборудования при расторжении трудового договора также необходимо прописать в условиях порядок и сроки выплаты компенсации такое условие как порядок возмещения иных расходов которые будут связаны с выполнением дистанционной работы что такое электронный трудовой договор это договор который заключается между дистанционным работником и работодателем на практике мы сталкиваемся с такими часто задаваемыми вопросами со всеми ли сотрудниками можно будет заключать электронный договор естественно ответ нет санкционными работниками должен ли работодатель направлять заверенную копию договора работнику да конечно должен и может быть вариант через ознакомление и проставление в ознакомительном листе электронной подписи электронный договор на самом деле на практике достаточно упрощает кадровые документы обороты в организации работодатель собирается заключить сотрудниками электронные договоры необходимо внести изменения в локальные нормативные акты предприятия для этого можно как вариант разработать такой документ который будет устанавливать порядок и особенности хранения электронных договоров а также условия обеспечения безопасности содержащихся в них персональных данных на основании 152 федерального закона о персональных процедуру оформления сотрудника на работу давайте посмотрим на какие особенности заключения трудового договора в электронном виде мы должны обратить внимание первое работник может предоставить необходимые документы в электронном виде а под необходимыми документами мы понимаем те документы которые регламентированы 65 статьей при оформлении трудовых отношений второе стороны обязаны использовать усиленные квалифицированные электронные подписи их должен будет получить и оформить работодатель чтобы заверить договор третий момент работодатель обязан направлять работнику по почте а именно заказным письмом с уведомлением заметьте не позднее трех календарных дней после его заключения четвертый момент работник должен знакомить поэтому всегда нужно помнить что локальные нормативные акты действуют всегда на всех работников которые состоят в трудовых отношениях под локальными актами мы понимаем те документы которые система например оплаты труда система работы с персональными данными основные документы на которые следует обратить особое внимание документы обязательно должны быть в любой работе с персональными данными и правила внутреннего трудового распорядка вот эти два документа они обязательны к применению всеми акты могут стать обязательными если предприятие вводит какую-то систему например сложную систему оплаты труда может с тем чтобы регламентировать например документы обороты у себя в организации и так далее поэтому вот своей подписью соответственно и с этого момента они будут считаться вступившими в силу что работники самостоятельно или по своему усмотрению распределяют свое рабочее время а также время отдыха иное может быть или каких-то специализированных программ или каких-то шестой момент это то что работник может обратиться к работодателю с заявлением то вносить ли ему сведения о дистанционной работе в трудовую книжку либо нет в этом случае документами которые будут подтверждать период дистанционной работы будет являться договор поговорим о порядке заключения электронного трудового договора потому как заключение этого документа имеет свои особенности и отличия от Это то, что при трудоустройстве работник может предоставить необходимые документы, как я уже сказала, указанные в 65-й статье Трудового кодекса в электронном виде. Второй момент. Чтобы заверить такой договор, стороны обязаны использовать усилия. Как работодатель их оформит. Третий момент. Заключив сотрудникам электронный договор, работодатель обязан, заметьте, направить по почте заверенную копию данного Трудового договора. Четвертый момент. Мы должны работников через электронный вариант нашего общения с ним ознакомить его с приказом о приеме на работу, но изначально до... ...с такими документами будет проставление усиленной квалифицированной электронной подписи. Следующий момент. Дистанционные работники самостоятельно по своему усмотрению распределяют свое рабочее время. Об этом тоже уже сказала. И еще раз повторюсь, то, что в трудовую книжку запись делается... ...которые вы направите этому сотруднику в бумажном варианте. Но заметьте, надлежащим образом заверенные работодателем. Теперь поговорим о том, что же такое усиленная квалифицированная электронная подпись. ...позволяет идентифицировать лицо, которое подписывает документы и отследить внесенные в него изменения. Ключ проверки такой электронной подписи указан в специальном квалифицированном сертификате. Еще раз, наверное, уточню, что же прописывает, какой перечень дает нам 65-я статья Трудового кодекса, какие документы сотрудник обязан предоставить при оформлении трудовых отношений. Данной статьей прописано, что это должен быть документ, удостоверяющий личность. Документ, который будет удостоверять личность. А таким документом может быть водительское удостоверение, военный билет, загранпаспорт. Следующее, он обязан предоставить трудовую книжку, если состоял до момента оформления вашей организации. Если сотрудник, скажем, является совместителем, предоставляется копия трудовой книжки. Следующее, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Документы воинского университета. То есть, который будет подтверждать квалификацию этого сотрудника. 65-й статьей прописано, скажем... ...иным законодательством Российской Федерации. То есть, если говорить... ...образовательной сферы, справка о наличии и отсутствии судимости для работников торговли, общепита... ...предусмотрены именно не самим работодателем, а законодательством Российской Федерации. После того, как... ...актами, мы обязаны оформить приказ сотрудника о приеме на работу. И, соответственно, с этим приказом необходимо сотрудника ознакомить. ...другую работу. Например, он был обычным сотрудником и переводится на дистанционную. И, давайте обратим внимание на следующий слайд, который вы видите на экране, где прописаны недостатки электронного договора. Выделяется такой недостаток, что... ...другой недостаток, работники уже привыкают к бумажным документам. И их пугает то, что будет оформляться электронный документ. И третий недостаток, это то, что... Может ли организация иметь свою электронную подпись, насколько... ...дельцем сертификата ключа проверки такой подписи будет являться лицо, которому такой сертификат ключа выдается. И в настоящее время закон... ...возможность не допускал. Поэтому, отвечая на этот вопрос, можно сделать вывод, что организации могут являться полноценными владельцами... ...просит вас внести запись в трудовую книжку. Это будет вас, скажем, уберегать от ответственности за задержку документов. Подпись для кадрового документа оборота, который нужно заверять под печатью... ...закон об электронной подписи, а именно пункта третьего статьи... ...именно усиленной, квалифицированной... ...их признать могут недействительными... ... ...об административных правил... ...изменить на усиленную электронную... ...давайте посмотрим на... ...договор... ... ...работодателя. Значит, следующий момент... ... ...какую функцию он будет выполнять... ...обязательно необходимо... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Если заключается трудовой договор, неопределенный ли это будет срок. В 59-й статье конкретно прописывая, почему мы заключаем срочный трудовой договор. Сотрудник должен приступить к работе. Если вы забудете прописать, то его первым рабочим днем будет следующий после подписания трудового договора. Поэтому просто в суде иногда сталкиваемся. Например, сотрудник, вы посчитали, что он должен сегодня выйти на работу, а вы... Дело в суде может проиграть при таком раскладе. Мы должны прописать... ...определяется соглашением сторон, но тем не менее в тексте необходимо на это указать. Либо вы принимаете с условием испытания, либо без такового. Таким образом будете обмениваться документами и... ...сотрудника не оформлять трудовую книжку, то есть не вносить в нее запись. ...эти условия... ...статей, которые прописаны, таких статей, как 22 и 22... Мы должны еще учесть требования 49-й главы Трудового кодекса. Это обеспечение условий охраны труда. ...в соответствии с квалификацией, сложностью, количеством и качеством ее выполнения. Полную и достоверную информацию об условиях охраны труда, работе... ...активными актами организации. И что обязан работник? Обязан работник, как правило, выполнять свои трудовые обязанности, которые возлагаются на него договором трудовым или его конкретной должностной инструкцией. ...соблюдать общие обязанности, которые предусмотрены... ...какие права и обязанности... ...вот... 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 ...постараюсь еще раз... ...прописать... а это будет обязательным условием в правилах трудового распорядка. Какие дни вы определяете днем аванса и расчета, должны прописать согласно 136-й статье, рефинансирование за каждый день просрочки. Соответственно, в трудовом договоре, независимо от того, заключен ли он с дистанционным работой, вы выплачиваете заработную плату, выплачиваете ли вы ее через кассу наличными, либо через банк. Выплачивая денежные средства через банк, вы получаете проблемы, с которыми сотрудник может столкнуться при получении денежных средств в банкомате. В тот день, когда ему, скажем, определена выплата, он не может выдать все денежные средства по причине того, что у сотрудника есть всегда право обратиться. В чем виноват работодатель, денежные средства... ...это ошибка в том, что работодатель в трудовом договоре не предусмотрел... ...далее, значит, что обязан работодатель? ...о том, что форма электронного документа будет подтверждать факт получения... ...такой электронный документ направить... ...в части условия оплаты труда еще нужно сказать то, что обязательно необходимо прописать... ...обязательные составляющие заработной платы, то есть надбавки и компенсации, если иное предусмотрено законодательством. Поэтому в тексте трудового договора нельзя предусмотреть... ...в валюте на территории Российской Федерации, в валюте Российской Федерации. Если же работнику предусмотрены какие-то... ...система оплаты труда и сослаться на этот документ... ...в части, например, предоставления материальной помощи, каких-то вознаграждений... ...это документ сослаться. Соответственно, если работник использует... ...компенсировать и определить размер компенсации трудового договора... ...важным условием режим работы... ...это режима будет дополнительным условием. То есть, если мы режим не пропишем в трудовом... ...поскольку общий режим для них будет... ...работников обязательными. Ну, а в плане режима труда... ...нужно прописать то, что... ...какой режим устанавливается сотруднику... ...ну, например, 40-часовая... ... Tekstler. ...и конкретно, например... ...продолжительность ежедневной работы... ...необходимо включить в текст трудового договора... Право дается самому работнику. Главное, чтобы необходимо прописать время перерыва для отдыха и питания. Опять же, здесь по усмотрению самого работника, будете ли вы привлекать сотрудника к работе в выходные, нерабочие, праздничные, деньг? Ну и естественно, если вы прописываете режим отдыха, необходимо прописать те требования, которые установлены опять же трудовым кодексом. То есть по трудовому кодексу это не менее 28, но с учетом специфики, с учетом того, является ли это... ...предоставление отпуска. Соответственно, текст трудового договора... ...в случае нарушения каких-то моментов. И в заключительных положениях можно прописать... ...законодательством, а также за невыполнение должным образом своей работы, за нарушение сроков, например. Договор заключается путем обмена электронными документами, о том, что обязан сделать в случае электронного... ...заключения электронного трудового договора работодатель. И, соответственно, как и обычный договор, должны в нем быть, как и в обычном... ...и указать, что один хранится у работодателя, другой у работника. После того... ...о приеме на работу... ...соответственно, по унифицированной форме, которая утверждена постановлением Госкомстата от 5 января 2004 года... ...с учетом принятия и, скажем, вступления в силу закона о бухучете... ...унифицированной... ...оформлению документов, которые вы разрабатываете у себя. Поэтому такой приказ можно разработать самим работодателем, но с учетом, опять же, государственного стандарта... ...имел юридическую силу. Но на практике чаще всего все-таки продолжают использовать унифицированные формы, поэтому... ...соответственно, в приказе мы должны указать на номер документа, на дату его создания... ...предусматривает унифицированные формы, кого мы... ...предусматривает... ...что эта работа является дистанционной. Соответственно, надбавок, если есть, то опять же прописываем эти также необходимо прописать, либо проставить с трудовым, вернее, с приказом о приеме на работу, либо проставить с трудовым, вернее, с приказом о приеме на работу, либо проставить с трудовым, вернее, с трудовым, вернее, с трудовым, вернее, с трудовым. Работников. Определяются они такими статьями, как 312.3, И 202.7 статья. Второе. Расследовать и учитывать нечастные случаи. Продолжение следует. 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 Кого мы увольняем, где он работает, указывая подразделение, и кем он работает. И далее мы прописываем основания прекращения. У нас сотрудник нарушал свои обязанности, поэтому это было прописано именно его договором, а также таких статей, как статья 312.5 первой части Трудового кодекса Российской Федерации. И далее мы должны указывать на различные акты, когда фиксировали нарушения, сделанные сотрудниками. После того, как мы оформим приказ, он должен быть ознакомлен. После подписания приказа руководителям... После того, как мы оформим приказ и ознакомим сотрудника с этим приказом, мы при условии, если сотрудник вы видите, опять же, перед глазами слайд, 12-м пунктом идет запись... ...заметить, что у нас есть два случая расторжения трудового договора, когда он прекращается и когда он расторгается. сотрудник нарушил какие-то свои обязанности, мы его наказываем. ...договоры и прописываем основания. Значит, трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с систематическим невыполнением нарушения сроков сдачи готовых... ...трудовым договором и 312-я статья, точка 5. И дальше мы ссылаемся на документ, который явился основанием для внесения записи в трудовую книжку. Таким документом будет приказ об увольнении сотрудника. Мы ссылаемся на его дату и номер. ...правительство под номером 225 от 2003 года утверждены правила оформления трудовых книжек, порядок оформления трудовых книжек. ...книжку с этой записью должен ознакомиться работник... ...работник кадровой службы... ...а под словом «подпись» с точки зрения... ...это его роспись и... ...в несение в нее записи не предусматривает каких-либо сокращений, поэтому мы не можем в расшифровке поставить фамилию... при увольнении... ...подразделение... ...подразделение... Поэтому получается, что у нас должна стоять еще одна подпись. Увольнение. И, как уже сказала вам, ушла строка вниз, это подпись. И делать подпись этого работника. Но, опять же, говорю, сам прописывает полностью свою фамилию, либо фамилию. Необходимо обратить внимание, что является... ...санцерами, которые трудятся, как правило, по гражданско-правовым договорам. Они могут работать дома, либо в каком-то... ...в отличие от надомников, дистанционные работники... ...и таким же способом они вправе обратиться к работодателю с заявлением. Предоставить им какие-то документы, письма, объяснения и так далее. ...можно взять, что в связи с изготовлением, например, бракованной продукции, невыполнением безуважительных причин пороченной работы или какие-то иные... Когда мы сталкиваемся с проблемой, когда основной сотрудник... ...сотрудника на дистанционную работу, необходимо прежде всего получить... ...в трудовой договор. Поэтому первый шаг – это заявление сотрудника. ...в программах, средствах защиты информации, оборудования, которые будут применяться в ходе работы... ...в трудовом договоре, потому как основной график не будет относиться к дистанционному работнику... ...какой-то отчетности, которую работник будет предоставлять, и дополнительное основание... Для чего нам необходимо оформлять перевод сотрудника и в каком виде этот документ должен составляться? Но прежде всего документ этот нужен для того, чтобы перевести сотрудника с обычных условий на иные условия через оформление дополнительного соглашения к трудовому договору. Данный документ будет составляться в произвольной форме, и, соответственно, при оформлении дополнительного соглашения необходимо прописать обязательные реквизиты, которые будут давать документу юридическую... ...надобился такой перевод, желаемая дата, с которой он хочет перевестись... ...и, соответственно, то, что он переводится именно на дистанционную работу... ...подпись, смею заметить, опять же, это четыре элемента... ...это должность, роспись, расшифровка и дата. Поэтому, значит, в заявлении... ...ну вот, образец заявления вы видите. Основные реквизиты – это адресат, то есть на имя руководителя. Это должность самого руководителя, это его просьба, с какого числа он просит перевести, это его просьба. ...забывают о том, что на заявлении работника должна быть резолюция руководителя. Дело в том, что в суде мы можем столкнуться с проблемой, прошу прощения, В суде мы можем столкнуться с проблемой, когда, например, кадровика обвиняют в каких-то неправильных действиях. И вот в данном случае одним из решающих моментов будет являться как раз-таки... ...что заявление без резолюции считается нерассмотренным. И суд может признать какой-то неправомерный шарк со стороны работодателя. Каким образом накладывается резолюция, прописанная государственным стандартом R6, ...дополнительное соглашение к трудовому договору. В дополнительном соглашении мы должны изменить обычные условия и, соответственно, прописать, указав на то, что меняется... ...дополнительное соглашение мы уже впоследствии будем оформлять приказ о переводе. Дополнительное соглашение также составляется в произвольной форме и в двух экземплярах, потому как подписывается обеими сторонами. И обязательные реквизиты, которые должно содержать дополнительное, ...соответственно, пункты договора о каком-либо или каких-либо изменениях. Может быть, меняется какой-то пункт, может быть, утверждается договор в новой редакции. С какой даты данное соглашение вступает в силу, ...прописать режим рабочего времени сотрудника, исходя из потребностей организации. Дистанционный работник, как уже сказала, распределяет свое рабочее время и время отдыха по своему усмотрению. Поэтому в дополнительном соглашении не забываем об этом указывать. ...действие всех норм трудового права. Поэтому работодатель обязан такому работнику выплачивать отпускные, выплачивать больничные, которые... ...дополнительное соглашение к трудовому договору. Обращаю ваше внимание на обязательные реквизиты. Это наименование документа, дополнительное соглашение, краткое содержание, о чем соответствует... ...соответственно, в тексте прописываем то, что хотим изменить, и реквизиты сторон. Очень часто на практике встречаемся с тем, что работодатель... ...дистанционную работу. Это неверное действие, поэтому увольнять сотрудника не нужно. Нужно просто изменить условия трудового договора через оформленное дополнительное соглашение. Соответственно, в приказе о переводе мы прописываем то, что меняем у такого работника. Соответственно, приказ может быть с 2013 года составлен в произвольной форме, либо применяем унифицированный... ...соответственно, мы знаем, что она должна содержать обязательные реквизиты, такие как наименование работодателя, номер, дата составления, фамилия переведенного сотрудника, имя, отчество, дата перевода и реквизиты сторон. Забывают регистрировать приказы, и это может привести к негативным последствиям для работодателя. Поэтому все, что касается приказов по личному составу, вы должны помнить, что все приказы должны регистрироваться в журналах, и приказам как раз-таки присваивается регистрационный номер и дата, в том, что работодатель обязан обеспечивать безопасность труда дистанционных работников. Поэтому, так же, как и при оформлении трудовых отношений с обычными работниками, мы должны знакомить таких сотрудников с требованиями охраны труда, развиваться... Таким образом у нас может выглядеть приказ, где руководитель своим распорядительным действием относятся ответственные лица, как правило, это кадровая служба, в последнем приказе пункта нет, но я всегда обращаю ваше внимание на то, что какой бы приказ вы ни делали, в последнем его пункте... возлагаю на какое-то ответственное лицо. С приказом, естественно, знакомиться в течение трехдневного срока работы... ...не было, да, то есть раз сотрудник не ознакомлен с приказом, значит, он может не приступать к своим обязанностям. А не как в обычном порядке, когда запись о переводе будет обязательна. ...необходимо оформлять личную карточку. Поэтому при оформлении трудовых отношений заводится личная карточка по форме Т2, где вносятся все сведения о работнике, начиная с его персональных данных... ...две подписи, когда он знакомится с тем, что кадровик на основании документов, которые он предоставил при приеме на работу, внес все сведения, и эти сведения записаны верно. ...в личную карточку вносится сведения о переводе этого сотрудника под его роспись. Поэтому личная карточка по форме Т2 для всех работников, независимо от должности или выполняемой работы. Поэтому оформляться она должна на каждого работника. ...переподготовки, сведения о воинском учете и какие-то дополнительные сведения, которые, если мне не изменяет память, прописываются в... ...прописывается она на момент ее внесения карандашом, потому как может меняться. Но в данном случае мы сейчас говорим о переводе, поэтому... ...основание, то есть на приказ и на дополнительное соглашение к трудовому договору, на основании которого этот приказ оформляется. ...можем личную карточку разработать сами, то есть форму ее разработать сами. Поэтому... ...организация вестись должна. А вот рекомендации по поводу того, какие графы... ...восемьдесят семь тире шесть тире один. И так же смею заметить, обращаю ваше внимание на то, что... ...живая подпись. С записями, которые вносятся в личную карточку, сотрудник знакомится под роспись. А все исправления заверяются подписью ответственного за введение личной карточки. Письмо, на которое обратило ваше внимание, вы сейчас видите еще раз на экране. Давайте посмотрим, что же этим письмом, можно унифицированную форму не использовать, можно сделать свое, но с обязательным условием того, что пропишем обязательные реквизиты согласно... предприятия... 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 сейчас-таки я про раздел вам сказала. Десятый раздел, куда мы дополнительно вносим какую-то информацию, мы, соответственно, прописываем, что... на дистанционного работника, так же, как и на обычного работника, распространяются учетные формы. То есть оплата труда такого работника будет... на основании заключенного трудового договора. Поэтому ведется табель учета рабочего времени по форме... но при разработке документа мы должны помнить о том, что в него должен войти состав... в него должен войти состав обязательных реквизитов. количество отработанных дней и часов. И именно табель учета рабочего времени является основанием для... в том, что мы примерно видим сейчас на экране, как она заполняется. То есть прописывается должность, фамилия и инициала сотрудника, месяц делится как бы на... в второй части были явки. Было 11 явок, что составило 88 часов. И итог. В табеле учета рабочего времени необходимо указывать согласно трудовому договору с дистанционным работником. не могут трудиться дистанционно. Трудовой кодекс не дает ограничений по числу, по количеству таких сотрудников, работающих на таких условиях. Мы сталкиваемся при оформлении трудовых отношений. Первое. То, что сложно ввести кадровые документы. С этой проблемой мы на практике, естественно, сталкиваемся. И при особенно удаленном расположении рабочих мест не всегда можно вовремя зафиксировать... Решите эту проблему, не введя унифицированный электронный документ. Фактически можно, конечно же, но есть некоторые нюансы. Вторая сложность. Статьями 192-194 определен порядок привлечения работника к ответственности за нарушение права самой работы. То есть то, что сотрудник ее не в нужный срок выполняет, некачественно. Поэтому с удаленными работниками мы, естественно, с такой проблемой сталкиваться. К негативным последствиям для работодателя при рассмотрении дела в суде. Чтобы решить эту проблему, с которой мы сталкиваемся, чтобы ознакомить именно сотрудника вовремя под электронную квалифицированную роспись в течение трех дней. Третья проблема. Это проблема, связанная с тем, что чаще всего могут возникнуть проблемы с привлечением работников к материальной ответственности. и в причине он был материальный ущерб. Во-вторых, это сформировать комиссию для служебного расследования может быть достаточно трудно, потому что в обособленных подразделениях часто работает мало сотрудников. И в-третьих, мы будем встречать с теми сотрудниками, которые даны перечнем, установленным постановлением Минтруда России, и в предложении как раз-таки перечисляются те лица, с которыми необходимо заключать договоры о полной материальной ответственности. уже после того, как работодателю такой ущерб был причинен. И возместить в этом случае работник сможет только ту сумму, и не обходить. И, в-третьих, в-третьих, это то, что для возникновения материального ущерба предусматриваются укороченные временные рамки по сравнению со стандартным трехлетним сроком исковой давности. Поэтому работодателю решить необходимо создавать специальные должности на местах, которые будут являться ответственными за выявление материального ущерба и в компании, обеспечивать всю информацию. Четвертая проблема, с которой сталкиваемся на практике, это когда работодатель задерживает сроки расследования несчастных случаев и установлено законодательством. Проследование в общем порядке. Если легкое повреждение здоровья, то три дня. Если тяжелое повреждение, то в течение 15 дней мы должны работодатели своевременно не уведомили о несчастном случае, если мы с этой ситуацией сталкиваемся, то работника и срок с момента поступления такого заявления один месяц. Если это какая-то дополнительная проверка, то необходимо изучать обстоятельства, расследовать материалы дела, связанного с несчастным случаем, получить медицинский изгон. Решить в срок обстоятельства несчастного случая рассматриваются как правило в органах дознания, следствия, иногда и в суде, и срок может быть продлен по решению соответствующего органа. можно, но опять же решим мы ее только тогда, когда у нас будет отлаженная система охраны труда, когда будут назначены ответственные лица за это все процессы рабочие и, соответственно, когда ведется контроль за исполнением правил охраны труда на предприятии или в организации. мы можем столкнуться в чем эти недостатки. Первый недостаток это пособие по временной нетрудоспособности, как правило, для дистанционных работников выплачивается позже. 10-дневный срок с момента получения больничного листа, то есть оплата должна быть произведена и доставит в бухгалтерию главного офиса от дистанционного работника. Пока, скажем, бухгалтер произведет все соответствующие начисления, оплата по больничному листу. Следующий недостаток это то, что период запланированного отпуска трудно изменить вовремя. проблемой мы сталкиваемся, но решить ее можно, отправив копию заявления с помощью электронных средств связи. Такими средствами признаются электронная почта, факсы, сотрудника. Третья проблема это когда работник не получает трудовую книжку в день увольнения. Естественно, если трудовая книжка дистанционного работника находится у нас, то передать ее на руки сотруднику. Поэтому мы должны руководствоваться нормами статьи 84.1 Трудового кодекса, когда при невозможности вручения трудовой книжки на уложения для того, чтобы снять себя ответственность за несвоевременную выдачу трудовой книжки на руку. На руки. В чем же расстояние ничем не мешает ни работодателю, ни самому работнику реализовывать представленные им права исполнения. сверхурочной работе, направлять их к командировке. Все это можно реализовать и компании широко используют для этого электронный документ, прибегают к помощи курьерской службы, знакомят с графиком. через направление листа ознакомления с документами. Второй момент, наверное, который не будет мешать, это то, что работодатель в любом случае обязан предоставлять всем сотрудникам гарантии, компенсации, которые предусмотрены Трудовым Кодексом России, Допустим, на северной территории или приравненной к северной территории, ненормированный рабочий день и так далее. Поэтому в по-любому этому сотруднику положено в полном объеме с учетом специфики работы, с учетом каких-то факторов вредных, тяжелых, опасных. работодателей оттого, трудится ли сотрудник дистанционно либо на стационарном рабочем месте. Расстояние оказывает лишь ответственности либо организацию. Не отражается на сроке давности, которую с вами останется время для того, чтобы рассмотреть вопросы, вопросы, особенностей работы как оформлять документы. Если у вас есть какие-то документы, делаем до 12 часов перерывы. перерывы. Продолжение следует... ... ... ... ... ... Продолжение следует... 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 соответствующим образом то есть собственноручно 63 федеральный закон как раз таки дает нам эту формулировку и приводится исключительные случаи когда следующие документы которые вот сейчас я вам озвучу которые приведены в таблице они могут быть выполнены электронно которые должны быть только на бумажных носителях значит первое сообщение кандидату на вакансии о причине отказа в заключении трудового договора это должен быть документ только бумажный только с представлением своей подписи об этом нам говорит 64 статья трудового кодекса своей частью 5 частью трудовой договор согласно 67 статьи согласно 312 статьи должен быть оформлен в письменной форме соответственно он может быть подписан электронной подписью но сам текст трудового договора должен обязательно быть трудовая книжка трудовая книжка у нас оформляется с учетом постановления министерства труда от 10 октября 2003 года под номером 69 данным постановлением утверждена инструкция по заполнению трудовых книжек где как раз таки говорится а также 66 статью и 312 статью трудового кодекса о том что в трудовую книжку должны вноситься записи она должна вестись от руки третий документ это книгу учета движения трудовых книжек правила ее заполнения также как и правила оформления введения приобретения трудовых книжек определены постановлением правительства от 16 апреля 2003 года под номером 225 которым как раз таки вот эти вот правила ведения хранения трудовых книжек и регистрационных журналов определяются поэтому регистрационный журнал должны вестись в письменной форме личная карточка работника это определено у нас пунктом 12 225 постановление правительства договор о материальной ответственности 244 статья трудового кодекса говорит о том что этот документ должен быть только на бумажном носителе дополнительное соглашение к трудовому договору где мы фиксируем изменения условий трудового договора определено такими статьями как 72 72.1 306 332 и 344 заявление на отпуск без сохранения зарплаты за исключением дистанционных работников должны быть написаны на бумажном носителе согласно 128 статьи трудового кодекса поскольку такое заявление будет являться основанием для неначисления заработной платы рассторжение извиняюсь распоряжение руководителя о привлечении сотрудника к ответственности например о привлечении сотрудника также выходные и не рабочие праздничные дни ученический договор двухсотой статьей трудового кодекса говорит о том что это должен быть бумажный документ объяснение работнику если он наносит материальный ущерб работодателю должен быть прописан соответственно на бумажном носителе любые объяснительные записки они также оформляются на бумажном носителе для того чтобы сотрудника можно было привлечь к дисциплинарной ответственности также на бумажном носителе должны оформляться предупреждение или другими словами заявление сотрудника о расторжении трудового договора поэтому это определено прежде всего статьями восьмидесятой двести восьмидесятой двести девяносто второй двести девяносто шестой триста сорок восьмой точка 2 и точка 12 когда именно работодатель должен предупреждать о расторжении трудового договора в каких случаях работодатель предупреждает работника а статьями семьдесят один семьдесят девять сто восьмидесятая двести восемьдесят восьмая когда необходимо работника предупредить о расторжении трудовых отношений у нас два случая когда работодатель предупреждает работника когда работник предупреждает работодателя такие предупреждения должны быть оформлены на бумаге Приказ о расторжении трудового договора также должен быть оформлен на бумажном носителе. Приказ о расторжении трудового договора также должен быть оформлен на бумажном носителе. То есть, например, та же самая книга учета движения трудовых книжек, потому как в одной из граф этого журнала стоит реквизит «Подпись сотрудника, расписка работников получения трудовой книжки». Поэтому журнал, с одной стороны, можно ввести в электронном виде, но чтобы зафиксировать, что кто-то что-то получал на руки, мы можем только через проставление подписи, которую проставляем именно на бумажном документе. 63-м федеральным законом перечислены случаи, когда документ может быть составлен в электронном виде и заверен электронной подписью. Это 4 пункта. Совершение гражданско-правовых сделок, оказание государственных муниципальных услуг, исполнение государственных муниципальных функций и совершение иных юридически значимых действий. Когда я говорила о том, что необходимо ввести личную карточку, кадровики часто задают вопрос, а можно ли личную карточку ввести в электронном виде. Прямого запрета на введение карточки в электронном виде нет, но есть обязанность работодателя оформлять личную карточку на бумажном носителе. Поэтому данный документ, личная карточка на бумажном носителе, он обязателен. Электронный вы, конечно, можете дублировать, но на электронном право электронной подписи в данном документе не имеется. То есть нет права, чтобы вносить свою подпись в личную карточку в электронном виде. Дело в том, что квалифицированная электронная подпись приравнивается к собственноручной подписи. И я уже обращала ваше внимание на то, что приравниваться она будет тогда, когда электронная подпись должным образом оформлена, когда получен сертификат. В отраслевом законодательстве обмен электронными документами предусмотрен только, исключительно для дистанционных работников. И при взаимодействии с ними законодатель официально позволяет работодателю использовать электронную квалифицированную подпись по ограниченному составу документов, который определен 312 статьей, точка 1. С помощью такой подписи каждый из сторон будет подтверждать, что ознакомилась с электронным документом. И путем обмена электронными документами дистанционный работник может знакомиться с локально-нормативными актами, которые утверждает, разрабатывает работодатель, с уведомлениями или какими-то требованиями. Может быть это будет какой-то иной документ, который предусмотрен законодательством или самим работодателем. Второе действие, которое может совершать в электронном виде работник, это то, что заключать договор о дистанционной работе, заключать соглашение об изменениях условий трудового договора. И обращаться к работодателю с заявлением с просьбой предоставить какую-то информацию, с просьбой предоставить копии соответствующих документов. А работодатель в свою очередь обязан дистанционному сотруднику по почте с заказным письмом с уведомлением направлять в трехдневный срок экземпляр трудового договора с момента его заключения и бумажную копию приказов о прекращении трудового договора. На практике мы часто сталкиваемся с такой ошибкой, когда работодатели считают, что они могут принять сотрудника, или принять от работника заявление для того, чтобы начислить какие-то пособия. Или может быть это будет не заявление, а какие-то иные бумаги в электронном виде, при условии, что они заверены электронной подписью. Дело в том, что такого порядка для выплаты государственных пособий не предусмотрено, поэтому такое действие работодателя будет неверно. И именно пунктом порядка предоставления пособий, который утвержден приказом Минсоцразвития 23 декабря 2009 года под номером 10-12, предусмотрено, что сотрудник по почте направляет в организацию, которая назначает пособия копии документов, которые установлены соответствующим образом, то есть когда копии заверяются соответствующим образом. Если говорить о государственном стандарте, который дает нам порядок заверения копий, нужно сказать, что копия заверяется с обязательным проставлением штампа, или, может быть, это будет запись в правом верхнем углу слова копия, а в левом нижнем углу штампа, либо подписи верно с заверением, с представлением подписи того работника, кто приказом назначен за заверение копий тех или иных документов. Поэтому еще раз просто уточню ваше внимание на то, что если мы берем копию, например, копию приказа, то делаем мы это по аналогии, как это делают государственные структуры. Я думаю, что вы сталкивались с такими моментами. То есть, например, если нам нужно предоставить копию, допустим, приказа, распоряжения сотруднику или, может быть, в какой-то орган, значит, мы должны не сделать ксерокопию и ее заверить, а мы должны через принтер пропустить текст этого распорядительного документа с проставлением в правом верхнем углу штампа копия, с проставлением в левом нижнем углу штампа верно, подписав, например, специалист дел производственного отдела, Иванова расшифровка, роспись и дата. Сам документ будет содержать сведения о том, кто его подписал, но не будет росписи этого руководителя, потому как подлинные документы у нас остаются в организации. Соответственно, когда мы подготавливаем приказ, мы его подписываем руководителем и помещаем в дело согласно номенклатуре, которая утверждена у нас на предприятии. Если мы делаем копию, то мы фактически через принтер пропускаем текст этого документа, но не подписываем его руководителем. А вот уже секретарь, и регистрационный номер того дня, когда он был подписан, и эту копию заверяет своей подписью. Поэтому еще раз уточню, что пунктом 5 порядка, который утвержден приказом Минздрав соцразвития, предусмотрено, что сотрудник по почте направляет в организацию, которая назначает пособие, копии документов, которые утверждаются, вернее, в установленном порядке. А это может быть в установлении Верховного суда от 1993 года под номером 4462-1 указ Президиума Верховного Совета СССР от 1983 года под номером 9779-X. то фонд социального страхования принимать эти документы к зачету не будет. Как получается усиленная квалифицированная подпись? Как ее получить? Прежде всего, данная подпись позволяет определить сотрудника, который подписал документ, то есть идентифицировать подпись с этим сотрудником и установить, изменяется ли документ после того, как был подписан. Ключ проверки такой подписи указан в специальном квалифицированном сертификате, подпись организации и работники должны обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр на основании ст. 15.63 Федерального закона и, соответственно, предоставить комплект необходимых документов, перечень удостоверяющих центров, вы можете найти на сайте Минэкономразвития России. Он у меня сейчас на слайде прописан. В принципе, я сейчас вам еще ссылочку сброшу на данный документ. То есть в правильном случае вы можете ее скопировать. И существует также информационное письмо под номером 13 ДП-10-21-118. Продолжение следует... Продолжение следует... И последний вопрос, который мы сейчас с вами рассмотрим. Сколько и как хранятся виртуальные кадровые документы? Виртуальные, значит, электронные документы. Дело в том, что все первичные документы, которые оформляются организацией, можно хранить в электронном виде. Главное требование, которое предъявляется к документам, это заверение квалифицированной электронной подписью. Порядок формирования электронного архива установлен правилами работы архива в предприятии. То есть, если вы хотите для себя понять, как же необходимо формировать документацию, в том числе электронную, вы просто в Яндексе можете набрать правила работы архивов. У вас появится ссылочка на документ, который утвержден архивной службой, и который устанавливает, как ввести архив предприятия в организации, какие требования к нему предъявляются, какие формы при этом оформления той или иной документации используется. Поэтому при этом никаких специальных способов хранения электронных документов закон не предусматривает. И компании их могут хранить на компьютере, на флешке, на диске, на бумаге в распечатанном виде с отметкой об электронной подписи, такой как документ подписан электронно-цифровой подписью, отпечаток и номер. Очень важно обеспечить такой режим хранения, который будет исключать утрату, уничтожение и искажение информации согласно пункту 4.4.2.4 правила работы архивов, когда, например, необходимо подключить Несанкционированный доступ к персональным данным. Требования утверждены постановлением правительства от 1 ноября 2012 года под номером 11.19. Поэтому в части персональных данных, естественно, нужно исключать несанкционированный доступ к данным работникам. Эти данные никому не будут переданы, распространены, выложены в средства, допустим, интернетом и так далее. Сроки хранения бумажных и электронных типовых архивных документов абсолютно одинаковы. И чтобы установить срок тому или иному документу, мы должны разрабатывать у себя на предприятии номенклатуру дел, в которую прописывать должны все папочки, которые мы заводим, и куда складываем те или иные документы, и устанавливать срок и определять, какой статьей это регламентировано. А сроки и статьи хранения определены перечнем типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организации, которые установлены приказом Минкультуры России от 25 августа 2010 года под номером 558. Ранее был другой перечень от 2003 года. В 2010 году он был отменен и вступил в силу... Семинары, вебинары сталкиваюсь с тем, что некоторые организации не знают, что помимо этого типового перечня есть и иные перечни, которые устанавливают для определенной специфики организации свои сроки хранения и свои виды документов. Поэтому для коммерческих структур, для обычных коммерческих структур, непроизводственных, мы пользуемся этим перечнем. Если это производство, то, соответственно, есть свой перечень, который прописывает документацию производственных предприятий. Есть типовые перечни, которые разработаны для государственных муниципальных структур, поэтому они пользуются не этим, а своим перечнем. Ну и самое последнее, на что хотела обратить ваше внимание и попросить вас запомнить важную информацию о том, что работодатель обязан информлять документы на бумажном носителе, в обязательном порядке предусмотреть наличие личных подписей сотрудников, дополнительные соглашения, личные карточки, приказы по личному составу, заявления, листки нетрудоспособности, регистрационные учетные журналы и иные документы. Второй момент, на который обращаем внимание, это есть некая противоречие между законом об электронной подписи и трудовым договором. Формально документ с электронной квалифицированной подписью приравнивается к документу, подписанному собственноручно, а также, не противоречит и не предоставляет работодателю таких условий, при которых все кадровые документы могли бы храниться только в электронном виде. Опять же, исключение составляют лишь те документы, которые можно заключать в электронном виде, подписывать в электронном виде только с дистанционными работниками. Вот, наверное, пожалуй, все, что я вам хотела рассказать об оформлении трудовых отношений с дистанционными работниками, об оформлении документации, которую мы подписываем электронной подписью. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, мне их сейчас можете...